Привет дорогие друзья, ну что ж, испытание бандита пройдено со счетом 12-2, сейчас объясню почему, откроем сундучок, покажу вам повторы, ну и в общем давайте в принципе приступим. И кстати ребят, прошел я его с первого раза, я специально проснулся пораньше, чтобы, ну думал, потренируюсь, пока пройду это испытание, чтобы к вечеру был ролик готов. Но я его прошел с бесплатной попытки, что удивительно, 800 геймов как были, так и остались. Но хотя тут спорный вопрос, мне кажется из-за того, что сейчас бесплатная попытка, ну и много игроков пытается его пройти, поэтому изи оппоненты подбирались. Ну это мое мнение, мне кажется на третий день будет намного сложнее играть. И да, кстати ребят, я за это испытание получил 2 легендарных, ну точнее получу 2 легендарных карты, одну из них я уже получил. За 6 побед с магического сундука мне выпал Громовержец, но к сожалению я не снимал на видео атаки, потому что я сомневался, что я пройду сразу с первого раза это испытание. Но скриншот я успел сделать, это первая легендарка, ну и вторая естественно бандит, то есть 2 легендарки за одно испытание, реально круто. Тем более с бесплатной попытки, я даже гемы не тратил. Что ж, давайте посмотрим повторы и расскажу почему я проиграл 2 раза. Ну вот допустим первое поражение, давайте посмотрим на мою колоду и на колоду моего оппонента. Значит у меня колода с хогом, у него колода с лавой, но прикол в том, что он меня контрит просто полностью. У него есть шарик, а мне шарик чем останавливать? Ордой миньонов. А он орду миньонов накрывает стрелами, все. Все что у меня есть это принцесса и фаербол. Это не помогает, реально против лавы это не работает. У него еще есть бревно, причем он и принцессу еще убивает. То есть я просто ничего не мог сделать, а у него колоды реально как доктор прописал. Шахтер есть, лава, ну прям все. Мне тоже неплохая дека с хогом, но мне не хватает юнита по воздуху. Я считаю, что это была контр дека мне. И давайте еще одно поражение посмотрим. Вот, тут конечно спорный вопрос. У меня дека тоже здесь была неплохая. Ну как неплохая? Ну относительно. Атакующие карты были, то есть подбирались иногда вообще наркоманские колоды. То есть здесь еще более-менее. Но прикол в том, что у меня вообще не было сплоша. Посмотрите, у него есть хижина варваров, у него есть, ой, хижина гоблина, у него есть армия скелетов. У меня ни стрел, ни запа, ни... Но это, кстати, опять же таки моя вина, потому что я ему отдал, по-моему, ледяного колдуна или принцессу. Ну, в общем, ладно. Два поражения, зато 12 побед. Что ж, давайте посмотрим какие-то повторы. Сейчас выберу... Так, ну давайте посмотрим вот этот повтор. В принципе, все повторы были прикольные, по-своему интересные. Так, выбор мне карт бандит или клон спел. Естественно, я выбрал бандита. По-моему, это третье или четвертое сражение было. Поэтому новую легендарку, естественно, я хочу поюзать. И что касается новой легендарки, ребят, она реально крутая. Она как принц дамажит. Ну, мы уже видели геймплей, знаете, характеристики. Ну, реально, она в бою крутая. И она лучше, чем принц, но это логично, потому что это принц эпик, это легендарка. Все, в принципе, логично. Ну, неплохая карта, мне нравится. В принципе, я сразу в начале боя увидел практически вторую половину своей колоды. Все, что я собрал, я знал. Ну, и здесь у меня уже три новых карты встречает. Это дровосек, хижина гоблинов и стрелы. Я был, в принципе, рад тому, что стрелы достались мне, потому что я знал, что ему отдал шарик, а себе взял арду миньонов. То есть, не будет, как в прошлый раз. И здесь, ребят, верьте, хотите, нет, у меня зависит интернет. И то, что шарик я практически пропустил к вышке, ну, я остановил, конечно, хижину гоблинов, но не очень рационально. Я хотел поставить хижину гоблинов посередине. Но меня подвис интернет, и я думал, что все, это сразу слив. Но нет, он меня вовремя разлагал, и я успел поставить хижину гоблинов. Здесь у меня не хватало немножко эликсира, к сожалению, не было запа, и я потерял очень много здоровья. То есть, вначале у меня прям вообще катка не шла, и было прям все очень плохо. У оппонента также было здание дефа, такое, как мортира. И вот сейчас он ее ставит. Я готовлюсь выбрасывать эту ведьму. Нужно, наверное, было выбросить бандита. Так было бы лучше. Хотя, он бы выбрал сил гоблинов, и мне кажется, я бы не законтрил. Ну, все-таки я все сделал правильно. Выбросил ведьму и поставил хижину гоблинов. В принципе, отвлек. Отвлек его шарик. Но сейчас стоит мортира. Как видим, мне снова приходится тратить эликсир. И это целых пять, потому что только ордой миньонов. Ну, а чем еще? Он выбрасывает колдуна, контрит миньонов. То есть, видим, у меня прям вообще катка не идет. И еще мортира успела одно ядро выбросить. И еще подбрасывается, смотрите, пламенный дракон. И мне нечем их контрить. Все. В принципе, я теряю вышку. Я уже думал, что я здесь не затащу. Серьезно. Я думал... Ну, до этого момента, когда он отклонировал юнитов, я так задумался. Блин, что он делает? Наверное, все-таки у меня есть шансы. И я не сдавался до последнего. Итак, смотрим. Сейчас будет удвоенный эликсир. У меня будут полностью развязаны руки. Я сейчас смогу сделать просто отличный камбэк. У меня есть несколько сплэшеров. У меня есть фриз. У меня есть дровосек. И у меня есть орда миньонов. И вот смотрите, почему у меня получилось снести сначала справа вышку. Я ставлю хижину гоблина. Он выбрасывает трех мушкетеров. И мне крайне повезло, что я выбросил трех миньонов. И мушкетеры сагрались на него. На них. Потому что ведьма немножко нанесла урона мортире. И немножко нанесла урона трем мушкетерам. Выбрасываю сплэш юнита темного принца. Выбрасываю бандита. Ведьму на пламенных драконов. И сейчас подбрасываю еще дровосека справа. Все. Это, в принципе, минус тавр. То есть видим, да, что творит бандит? Ну, реально крутая карта. Если бы еще у нее был сплэш, мне кажется, это вообще было просто топ. Реально топ карта. Ну, или хотя бы, если бы она дамажила по воздуху, то тоже было бы неплохо. Слева не знаю, как так получилось, но ведьма реально много здоровья снесла моему оппоненту. И, в принципе, я здесь уже был реально на 90% уверен, что я здесь затащу. Здесь он меня вообще наповал и вилл. Ну, блин, зачем он клонировал своих трех мушкетеров, если у меня есть стрелы? Сейчас он, по-моему, потратит фаербол. Вот, не помню, честно. Да, тратит фаербол. И все, я понимал, что это миньоны и плюс фриз. Потому что у него, кроме этого, спала ничего нет. Я выбрасываю миньонов плюс дровосека. Он выбрасывает шарик. Ну, в принципе, это его все равно не спасает. Я это дело фризую. Ну, и получается победа. Я не скажу, что изи вначале мне было сложно, ну, а в конце как-то, ну, ну, как-то попроще. Так, ну и давайте посмотрим, в принципе, последний повтор, который дал мне 12-ю победу. Он был также быстрый, он был изи, но я не хочу показывать другие атаки, потому что они были, ну, не то что потные, просто подбирались такие колоды, что реально долго тянулись бои. То ли у него, у оппонента было 3 здания дефа, что мне было очень трудно пройти к вышке. То есть за счет этого я не хочу показывать такие скучные долгие катки. Кстати, вот здесь насчет моей колоды. Я долго сомневался взять молнию или поизон. Поизон тоже классная карта, но молния более популярная. То есть против всяких палачей там и т.д. и т.п. И я ни разу не пожалел, что взял поизон, потому что у оппонента были и орда миньонов, ну, и в принципе, мне было изи-кантри, так как у меня был шарик и у меня был поизон. То есть было легко делать заход. Хотя я долго сомневался взять молнию или поизон. Если бы, кажется, мне я взял молнию, возможно, был бы итог другой. Ну, не знаю. Так, вначале видим, что пока размен прошел одинаково и по эликсиру, и по дэмэджу, по вышкам. И тут я забрасываю гоблинскую бочку, он забрасывает миньонов, я подбрасываю еще духов и наношу ему просто реально много урона. Смотрите, я сразу снес ему больше половины хитпоинтов. 600 хп, по-моему, останется. Да, 657 хитпоинтов осталось. Ну, то есть сразу. Первой катки мне везет. Точнее, с первого захода. Я делаю заход слева. Шарик плюс бандит. Он выбрасывает шахтера, чтобы остановить бандита. И я его понимаю, потому что нельзя пропускать, нельзя пропускать эту карту. Но у него все равно не получается остановить, потому что один колдун не остановит шарик. Ну и все, в принципе, я снес ему сразу вышку. Давайте поставим на х2. Он будет пытаться меня продамажить справа сейчас, но это бессмысленно. И, кстати, я немножко не понял эту балансировку. Почему у меня было здание дефа, у него нет. У меня была Тесла, да? У него ни пушки, ничего, ни хижины гоблинов, ни варваров, ничего. То есть никакого здания дефа ему рандом не предложил. Это достаточно странно. Я как ни пытался снести ему вторую вышку, никак не получалось. Здесь он уже шарик останавливал. У него, в принципе, тоже неплохая дека, шахтер, молния. Можно, в принципе, наносить было урон, но он их тратил на деф. Поэтому у него не получилось продамажить меня. Ну и я считаю, что у меня колода просто налегке контрит его. У меня использован на арду миньонов. Гомблицкая бочка, в принципе, для атаки и шарик у меня для атаки. Ну и все остальное... У меня здание дефа, о чем тут говорить? Здание дефа, Тесла, тем более, неплохая карта, не составит трудности останавливать его комбу. Также, возможно, я запишу еще один ролик по этому испытанию, если будут более интересные катки, там буст подписчик или тому подобное. Ну мы, ребят, давайте заберем легендарочку. Вот видим, она будет не сундучка, а мы просто ее забираем. Блин, просто кайф. Все, у меня есть последняя легендарка. Давайте посмотрим. Да, вот она. Все, круто. Я не знаю, буду я с ней играть или нет, но, скорее всего, да. Буду обязательно, буду составлять с ней деки. Потом засниму видео с колодами, с бандитом. Ну, в общем, это потом. И давайте откроем сундучок. Мне уже, в принципе, выпало, ребят, с магического сундука громовержец. Я забрал бандит, это уже две легендарки. Ну давайте посмотрим, будет ли третья или же нет. Открываем сундук. Здесь, конечно, меньше золота, по-моему, чем за большое испытание в два раза. Так, мини-пеки немножко не хватает на восьмой уровень. Ну да ладно, я им все равно не пользуюсь. Так, банда гоблинов. Гигант. Ледяной голем. Разряд. Так, если сейчас будет много эпиков, нет. Ну, я не удивлен, потому что легендарка уже была. Ой, блин, ну почему бэби дрэгон? Почему там, допустим, не голем? Ну да ладно, я все равно доволен. Я набил золото, я выбил себе бандита. В общем, испытание прикольное, но иногда, знаете, сложность заключается в том, что это рандом. И иногда подбираться к колоду не очень удобно. И если бы подобрался мне более сложный противник, было бы все намного сложнее. В принципе, испытание интересное. Ну, на этом я буду, ребят, с вами прощаться. Желаю вам удачи в прохождении этого испытания. Подписывайтесь на мой канал. Всем до новых встреч. И всем, ребята, пока. Субтитры сделал DimaTorzok